Я материал как раз сегодня с правами читаю, это я ссуду. Хочу вас спросить лучше. У вевторок вы прилюдили звернение до Петра Порошенко, с которого впливает, что вы контактуете с захидными дипломатами в Киеве. Что говорят они про нашего президента и вообще чем был продиктован этот лист? Ну, на самом деле, если расширить ситуацию, то такой сложной международной ситуации в Украине давно не было. Вы знаете, что руководство Евросоюза впервые заговорило о возможности приостановления без визы. Это единственное, чем гордится Порошенко, хотя это не его заслуга, но они сейчас... А заслугой Порошенко будет, если приостановят без визы. Об этом говорила Магерин, об этом говорил посол Франции в Украине. И просто надо понимать, где мы сейчас оказались. Такой плохой... Если сравнивать Януковича и Порошенко. Пресса у Порошенко еще хуже, чем Януковича была до разгона, до расстрела Майдана. За это, за несколько лет, западная пресса реально и критиковала Януковича, но не так остро, как Порошенко. Порошенко критикует острее. Это первое. Второе. А какая разница в уровне коррупции? Сейчас коррупции больше или меньше? Большинство людей в Украине считают, что сейчас коррупции больше, чем при Януковиче. Какая разница? Тогда был Ахметов, главный олигарх. А сейчас кто главный олигарх, напомните ему фамилию? Ахметов. В отличие от Януковича, Порошенко стал его официальным партнером. Янукович хоть просто так брал деньги. Но тарифы за то, к которым они, обращаясь к людьмам, 3-4 раза выше, чем было при Януковиче. Я хочу про это напомнить. И некоторые тарифы еще выше. Значит, потом, политзаключенные. У Януковича была Юля, у Порошенко есть я. А скажите, какая разница между ними? Когда я ушел в отставку, я сказал, что какая разница для людей, кто их будет грабить, Янукович или Порошенко? И реально ситуация такая, что опять оказались у разбитого корыта. Опять ужасающая международная репутация. Опять угроза санкций. Опять кто... Извините, я думал, что Янукович реально превратил украинские спецслужбы в филиалы российских спецслужб. Но СБУши, которые меня брали, когда на нас кидались люди, они говорили, Порошенко ублюдок, а вот Путин молодец, Путин бы их разделал. Они устроили, против меня то, что они устроили, это была спецоперация ФСБ в центре Киева, да такой даже Юля Янукович не наважился ни разу. Так какая разница, я вас спрашиваю. Поэтому, когда мы говорим о том, что происходит, просто мы должны понимать, что происходит. А происходит то, что реально коррупция, Украина сейчас разделена, и это большая разница. Но она не разделена ни как по Януковичу, по Днепру. Она разделена по ментальности сейчас. Слава Богу, хоть этот подарок нам Путин сделал, что объединил украинцев по обе стороны Днепра. Но есть проблема ментальности. Половина Украины не понимает, что главная коррупция это не то, что даже взятку брал. Главная коррупция в том, что определенная группа людей пользуется ресурсами, которые принадлежат всеми. Коррупция и бедность это одно и то же. Вот их бедность это результат коррупции. Половина людей этого пока еще не понимает. Другая половина это понимает, и эта половина поднимается. Я совершенно согласен с Куприом. Это, конечно, не за одного человека они поднимаются. И не за двух, и не за трех. Но то, что все больше людей выходит на улицы, это как раз признак того, что та Украина просыпается. Мы сейчас провели общественный опрос, кстати. И очень важно, понимаете, когда проходят эти обследования, я не говорю, что все они заангаражированы, но они доходят от среднего класса. Почему? Потому что средний класс живет в кварталах, где там домофоны, туда не зайти. А они просто берут. Но этот опрос, который я видел, они просто по мобильному телефону, по этой технологии. Так вот, средний класс Украины существует. И средний класс Украины против олигархата. И средний класс Украины как раз на той стороне, о которой я говорю. Он начал подниматься. И средний класс Украины больше не будет терпеть этого диктата, который происходит. И последнее. Я сегодня был на суде. Я оценил все прелести судебной системы. Значит, вы знаете, что против меня выдвинули объединение, что я агент ФСБ. Судья Лариса Цокол. Судья Лариса Цокол. Она записала заключение, в котором сказала, что Не взважаючи на то, что Генеральный прокурор стверждил происнование беззаперечных доказов Вины Цокол в украинских злочинах, до клопотания не надо нас жодного документа, Який дозволил бы действовать висновку, что до обгрунтованности подозри. Едиными доказами, в кавычках она пишет, Есть рапорты двух работников СБУ, Зайца и Вовка, С измененными анкетными данными. И потом она пишет, проблема там много несу, заразить, потому что Зайц и Вовк Утром показывают, что должно произойти вечером того дня. То есть это вещи Зайцы и Вовк, которые утром рассказывают, что вечером Я буду получать деньги ФСБ. Вы представляете, что у них не пишет? Потом он пишет, что Луценко, вы знаете, угрожал депутатам, в том числе и Куприо, Лещенко, Березюку и так далее, Что за то, что они меня выручали из минивана СБУ, их посадят. Так вот, судья пишет, Саакашуль был похищен, Саакашуль не был официально затриман, Не было жодного документа, и я показываю, что он был затриман. Видишь, о чем я говорю? Вот это судья, который написал, который выступал Тулценко голосом Левитана в Верховной Рате, Каждое слово было брехня. По этому опросу, который я сказал, 53% ему вообще не верят. 7% только поверила первые дни, я думаю, что эти 7% сейчас нету. Но оказалась одна мужественная судья, которая сказала, К черту это все, вот мое заключение, это все полное вранье, полный фейк. То, что говорит Порошенко, фейк, потому что Порошенко это повторили с трибуны, И то, что говорит Луценко, полное вранье. В результате, сегодня ее, но они против нее возбудили дисциплинарные дела сразу, Ее хотят в ближайшие дни уволить. Вот когда вы сказали, что что-то скажут против президента, А сейчас против вас ничего нет, какая чушь. Никогда в Украине не было такого злопамятного президента, Который следует за каждым словом, который пытается наказать любого, Который пойдет против него, в том числе и через уголовное преследование. Никогда не было в Украине, даже близко таких репрессий, которые сейчас пройдет. Пан Апинску, ну хотелось же испытать. Я просто хочу, я просто хочу сказать, что Ларису Цоколу надо поддержать. И еще прелесть. Судьи, которые должны были сегодня у меня посадить под арест, Вчера Порошенко издал указ после года, Когда он, он должен был год тому назад издать, Что этот суд упраздняется. То есть они упраздняют Печерский суд, который меня выпустил. Они упраздняют апелляционный суд, который отказывается меня арестовывать. Они упраздняют Соломинский суд, Который пошел с Набу по некоторым делам, по Разоблату и другим депутатам. И они оставляют только те суды, которые выполняют их распоряжение. Указание вызывают вчера вечером. Вчера в 11 вечера глава администрации президента написал про это письмо, Потому что утром должны были меня арестовывать. А сегодня Цензен утверждают. Это никакого отношения к Сакашу не имеют. Так вышло сопадение. Спасибо, Михаил. Из 365 дней в году именно сегодня в 11 вечера мы вспомнили, Что надо припугнуть тех судей, которые могут не арестоваться Акашу. Спасибо. Вы хотели что-то сказать. Я на слове до этого не опускался. Михаил Николозович, я прошу прощения. Я для журналиста и для працевника Венцианской комиссии. Стаття 42 Закону Украины про прокуратуру. Частина 2 пункт 1. Висловление недовіри Верховной Радой Генпрокурору Мает наслідком отставки. Это тем, кто законы читает. Спасибо. Пам Михаил, у меня еще одно вопрос. Если бы у вас был второй шанс, Дать эту осень повернуть назад. Скажите, пожалуйста, вы бы изменили что-то в своей борьбе Цей осени. Что вы считаете, что это сделано неправильно? Что можно было бы изменить? Я не буду отчаянием меня. Но так вышло. Поэтому я думаю, что то, что мы разбудили народ, Это однозначно. То, что на улице Киева выходит средний класс, Это очень плохой данный. То, что они его игнорировали, они не показывали. Они говорили, что 500 людей, 1000 людей, 2000 людей. Извините. По этим вопросам, которые я вам сказал, 47% украинцев готовы выйти на улицу. Если бы я был президентом, Если бы у меня на сцене 47% когда-либо готовы были выйти на улицу, Когда первый раз они массово вышли, я ушел в отставку. Я сократил первый президентский срок и ушел в отставку. Если бы я сказал, что второй раз 47% готовы выйти, Я бы же превентивно ушел в отставку. Потому что это все чревато. Поэтому мне кажется, что нам надо продолжать эту мирную борьбу. Мы ее доведем до конца. Я думаю, что это жди на обратном бутылку. Не загнать. У Макса Бажанского есть другая возможность прокомментировать. Чи задаты запитания? Михаил Михайлович, я хотел бы вам напомнить, Что политический заключенный у нас в стране не вы, А Геннадий Корбан, который час назад сидел на том кресле, Где вы сейчас сидите, Против которого вы в интересных президентах агитировали Чернигове. Но вопрос у меня следующий. Вот вы говорите о среднем классе, Который вас поддерживает, который идет за вас и так далее. Скажите, пожалуйста, мы все видели, Дни 10 назад события возле жертвенного паласа в Киеве. Вот эта толпа, которая ломилась беззащитным людям, Которые просто граждане Украины пришли на концерт. Это средний класс? Скажите, боевики, которых Семен Семенченко по всей Украине ищет и стягивает в Киев. Это средний класс? Вот это методы, которые приведут к чему-то хорошему? Ответьте, пожалуйста. У нас было три больших акции. У нас было много акций, в том числе. У нас было три больших акции, в том числе. Я во-первых хочу сказать по Корбану. То, что он раздавал гречку Черниговой, это было неправильно. Но то, что когда его набили абсолютно несправедливо, Мы промолчали с нашей стороны, это было абсолютно неправильно. Я с этим могу согласиться. Это первое. И если бы мы тогда не промолчали, может быть то, что происходило бы сейчас со мной, Может быть происходило бы, но не в такой форме. Реально они поверили в свою безнаказанность. И с этим я могу согласиться. Первое. Второе. У нас было три очень больших акции. После первой акции они устроили нам провокацию Ньюзуан. Когда они хотели, чтобы мы... Они знали, что я туда приеду их защищать, потому что я так собирался уступать. Они хотели, чтобы у нас была стычка. И акция была перекрыта новостью про нашу стычку. Не вышло, потому что мы там сдержались. Второй раз они устроили, когда я сидел в СИЗО, Там какая-то группа провокатов стала бить окна магазинов Рошен. И иногда наши их остановили. Второй раз у них не вышло. То есть новостью должно было быть не опять огромное собрание людей, А то, что были массовые беспорядки по магазинам и так далее. Не вышло. Третий раз у них частично получилось. Конечно, это был средний и средний класс. Конечно, те люди, которые выходят на улицу, они хотят мира. Их будет все больше и больше и больше. И эти люди не пойдут в Желтневый палац. Эти люди пойдут, когда время придет, и когда их будут миллионы, Их обязательно будут миллионы, Они спокойно пойдут в парламент. И парламент сам откроет им двери. И не надо бить никакие окна и стекла. Я делал революцию, где ни одно стекло не было разбито. И, кстати, участвовал поминацию, где одно стекло было разбито в Верховной Раде. Мы, и когда этих людей будет миллион, им откроется все двери, И это будет очень скоро. Потому что народ уже обратно не завернуть. Еще раз говорю, при этом уровне грабежа, При этом уровне манипуляризации, При этом уровне то, что мы переругались со всеми нашими соседями. Посмотрите, я не только виню, конечно, Украину, Но можно же ухитриться, что с Польшей, Венгрией, Румынией, Белоруссией. Вы только пересчитайте. С Евросоюзом. Евросоюз прекратил выплачивать Украине помощь. Это о чем-то говорит? Когда это последний раз было? МВФ прекратил программу. Когда это последний раз? Не прекратил программу, прекратил выплачивать. Когда это последний раз было? Михаил. Украина. Извините, вы знаете цифры? За Кравчука голосовало, по-моему, 19 миллионов украинцев. За Кучму второй раз. Первый раз 12, второй раз 15 миллионов. За Ющенко голосовало 15 миллионов украинцев. За Януковича голосовало 15 миллионов. Знаете, за сколько голосовало за Порошенко? 9 миллионов всего лишь. И при том уровне поддержки, при всем том, что он на датуровал, 9 миллионов, это цифры. И при всем том, что при таком уровне поддержки, как сейчас у президента, страной управлять невозможно. Эта страна, все их попытки, Ларису там сбить, суды отменить, кого-то припугнуть, кого-то заставить. Не пройдут. Поэтому нам надо думать не то, что мы... У них шанса нет. Главное, чтобы у страны был шанс. Главное, чтобы этот переход был мирный и спокойный. Дякую. Вот об этом нам надо всем думать. О будущем. Дуже дякую. Я запрошу сюда, будь ласка, четвертою пару Григория Шверк та Інна Богословська. Прошу, подога. Перед тем, як я почну задавати вам запитання, подивимось невеличкий сюжет. Я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатись те, що відбувається на программе, але я віддам життя за те, щоб вона була. У 2017-му программу Савіка Шустера українців вже не побачили. Журналісти, який працював тут 11 років, просто випхали з України за надуманими звинуваченнями. Это реально, это настолько все сфабриковано. И это был лише начаток.